В США переживают эпохальное событие. В страну с официальным визитом приехал глава Китайской Народной Республики Худзиньтао. Почему все газеты, которые пишут о визите, подробно останавливаются на деталях торжественной церемонии у Белого дома? Чего вообще ждут в Соединенных Штатах от приезда китайского лидера? Выяснял наш обозреватель Владимир Боровой. Владимир? Добрый вечер, коллеги. Американская пресса действительно очень скрупулезно описывает все детали торжественной церемонии. Иногда даже кажется, что читаешь советские газеты времен такого глубокого застоя. В частности, возможно, виной тому неудачный визит 2006 года, когда Дзиньтао встречался с Бушем, и тот отказался от официального обеда. Есть сведения, что китайские специалисты по дипломатическому этикету до сих пор американской стороне этого не простили. Поэтому в этот раз все было по самому высшему разряду. Толпы встречающихся с флажками и транспарантами, мастерски поставленная церемония официальной встречи на южной площадке Белого дома, салют из 21 орудия, который положен только при визите главы государства Пенсильвании-авеню, которые в равной пропорции завесили американскими и китайскими флагами, ну вот и все в таком духе. Но если описание церемониальной части визита в разных изданиях очень похоже, то есть, ну, может быть, они даже с одного, я не знаю, листа списывали и своими словами рассвечивали, то вот рассуждение на тему того, что именно привез с собой в Америку китайский президент, конечно, расходится как в изданиях, так и в блогах. Для одних Худзинтао – это уходящая натура политик, которого сместят через пару лет вполне официально, и с политической точки зрения его визит мало что меняет. И поэтому все вот слова о том, что это перезагрузка и так далее и тому подобное – это, мол, риторика. Другие, конечно, соглашаются в том, что политических подвижек ждать не приходится, в том числе по таким болезненным для США вопросам, как соблюдение прав китайских полизаключенных, диссидентов и нацменьшинств. Зато экономическая программа визита насыщена до предела. Уже сейчас подтверждены сделки между китайскими и американскими компаниями на общую сумму в 600 миллионов долларов. А сразу после торжественной церемонии у Белого дома администрация американского президента обнародовала информацию о том, что китайское правительство согласилось приобрести у корпорации Boeing 200 самолетов. Это сделка стоимостью 45 миллиардов долларов. Остается, конечно, по-прежнему камень преткновения между США и Китаем. Это национальная валюта Китая – юань. Америка, как известно, требует, ну, буквально требует отпустить его курс, а КНР удерживает его фиксированным. И это делает импорт из Китая выгодным. И, как уверяют американские экономисты, вот именно это обстоятельство душит американский средний и малый бизнес. Причем так очень качественно. Но никто не ждет, что Китай прислушается к мнению финансовых экспертов из Америки. Все-таки они своими руками устроили мировой экономический кризис. И в этом вопросе, скорее всего, на переговорах глав государств США и Китая добиться ничего не получится. Коллеги. Спасибо Владимиру Боровому. А с нами в студии Бронислав Виногродский, китаевец. Здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, ну, вот то, что называют эту встречу наиболее важной встречей лидеров американского и китайского за последние 30 лет, приведет к тому, что будут какие-то достигнуты договоренности, которые изменят вектор взаимоотношений этих двух стран? Я не думаю, что что-то произойдет в это время. Время неподходящее. Знаете, это время... Китайцы же циклами живут. А сейчас мы подходим к 2014 году. В 2014 году будет вторая половина цикла, который начался в 1984 году. Вот тогда возможны реальные изменения векторов. Вот за два года еще. Вот, в принципе, я так полагаю, что сейчас ожидается назначение Си Цзиньпхина, как вероятного, значит, претендента на китайский престол. Через год это случится, Худзинтау уйдет. Да, Худзинтау уйдет, это все подготовленная история, линия не изменится, но изменится тональность некая. И тональность, она вот в этом визите просто другая тональность, нужно обратить внимание, потому что китайцы при всей своей вот этой френдли по отношению к Америке определенной, то есть они никогда не пойдут на уступки вот по вышеперечисленным вопросам, а для Америки это камень преткновения. Но китайцы при этом будут избегать всегда открытого конфликта, серьезного, в лоб, потому что, собственно говоря, китайская вообще стратегия с Америкой, это в любом случае военная стратегия. То есть Америка не является другом Китаю, но при этом китайцы никогда не будут этого показывать. То есть вот вы нам, враги, конечно, друзья, конечно, дружим, но каждый понимает, что как запад есть запад, восток есть восток, и мы идем другим путем. Но все-таки ведь если какие-то, пофантазируем, будут сделаны жесткие шаги со стороны США в отношении Китая в экономическом плане, то ведь Китай ответит. — Однозначно. У Китая как бы продуманы схемы, как у нас в 90-е все уже. На любые шаги Америки китайцы значительно более дальновидные. И они заранее, то есть для китайцев думать, это все время просчитывать будущее, понимаете, особенно в политике. То есть у них, как у них был Сунь за искусство войны, значит, 2500 лет тому назад написан, точно так же, по сути дела, внешняя политика или там оборонная доктрина, они определяются этими трактатами, в которых, говорится, хочешь ударить слева, шуми справа. Очень простые вещи, которые усложнять не надо. И продумывается обязательно ход, ответный ход, значит, потом, что я буду делать для того, чтобы прийти туда, куда мне надо, или сохранить свое статус-кво положение. Поэтому у китайцев однозначно просчитаны уже ответные ходы. Чем тогда так важна эта встреча? А ничем. Знаете, время просто такое. Вот после кризисное время Китай, как бы после 2008 года, потому что, я еще раз говорю, это промежуточная история. То есть основной вот сейчас, это шестилетка, 2008-2014, она играет роль. Вот, собственно говоря, три года, 8-й, 9-й, 10-й прошли. В 8-м Китай показал, что он центр мира, по сути дела. Там, проведя там самую беспрецедентную Олимпиаду, показал силу конкретно, показал, что мы не слабее многих других, да, в общем, не слабее никого. И после этого изменилась тональность поведения Китая. И сейчас Китай просто, он едет уже в другом статусе. Вот важность только в этом. Фактически, никаких изменений, чего-то такого не будет. Тем не менее, это ведь две державы, которые сейчас, по сути, определяют политический и экономический климат на планете. Поэтому любые, наверное, решения, которые они принимают совместно или не принимают совместно, отразятся на том, что происходит на планете. А Китай же отказался идти в Грейт-2, вот эту вот историю. То есть, Америка предлагала, давай поделим мир, типа, там, добрый Китай. Вот, такое впечатление, что действительно Китай готов на это, что они... Нет, Китай не готов на это. Китай никогда не пойдет, поверьте мне, что Китай никогда не пойдет ни в какой союз с Америкой. Там, Америка предполагает, что она может купить Китай, а она не может купить Китай. Ну, Китай, ну, значительно более старше. Америка, вот это накачанные мышцы, а Китай, это вот этот дедушка, который занимался этой детью, ань, там, 500 лет до этого. Китай много чего было в 20 веке? В итоге Америку? Китай, нет, Китай не будет покупать Америку, Китай не будет выходить в мировые лидеры, поймите. Значит, Китаю это невыгодно. Мировой лидер, на него ложится на плечи такое огромное количество проблем, что, в общем, это отнюдь позиция не та, которая по китайскому менталитету. Потому что Китай, это вот, мне кажется, трудно себе представить, что Китай, как управлялся Конфуцием, он так им и управляется. То есть, вот эти все истории про то, что там коммунистическая идеология и так далее, Китай невероятно прагматичен, и он следует каким-то своим нравственным устоям, ценностные истории. Китай не будет претендовать на первое место, понимаете, он не будет, он, даже если это произойдет, никто этого никогда не узнает. То есть, не надо побеждать кого-то и показывать, это для нас характерно, вот победить и еще на трупе сплясать, да, врага. Китай вот сделает так, чтобы, если победа будет, то желательно, чтобы лет 500 никто не заметил, что... Но для китайцев тоже важен внешний имидж, да, так или иначе. В 2008 году, вы говорите, олимпиады, они что-то демонстрировали миру. Я напомню, что в 2008 году много чего еще произошло в Китае куда менее приятного. Начиная с стихийных мест, которые большого уровня нанесли, и восстановили в Тибете, да. То есть, это на внешний имидж сыграло очень, в отрицательном смысле. Ну, нет, сыграло-то, сыграло, но это, знаете, как вот с теми самолетами, такими американскими, когда их приземлили, этих каких-то там разведчиков, помните, была история такая? Значит, когда Китай первый раз показал, что, типа, и Америка шумела, грозила, угрожала, что-то там, какие-то ультиматы... Китайцы разобрали все абсолютно, все, что надо себе, посмотрели, значит. Никак не отрилили, а потом отдали. Вот эта вот история. Поэтому, опять же, вот эта тибетская история, это же надо понимать, что тибетская история, Синьцзяно-Игурская история, тайваньская история, это три очага силы, которые раздирают Китай, и которые подогреваются конкретно маслом денежным, там, и всяческим из источников, которые как раз находятся в Америке. Потому что, конечно, Америка не заинтересована в сильном Китае, а Китай уже силен. Спасибо. С нами в студии был Китай-вет Бронислав Иногродский. Китай-вет Бронислав Иногродский.